Доброго времени суток, дорогие подписчики и случайные зрители этого канала. Сегодня пойдет речь до Авама 10. И теперь, на этом моменте, вспомним фильм «Полицейская академия». И вспомним бар. Замечательный, интересный, «Голубая устрица». И попытаемся вспомнить эту музычку. Не могу ее здесь включить, потому что YouTube меня просто забанит за использование этого контента. Ну, там примерно... Ну и так дальше и тому подобное. Не просто так я и ходил. А теперь... А теперь... Внимание! Вама стайл. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот такая вот Vama 10. Вы, наверное, скажете «Ого!» и будете совершенно правы. Вот, к примеру, допустим, мой Cigelay Mini. Вот размер даже... Ну, дриптип, конечно же, я поставил длинный для увеличения эффекта. Значит, почему? Почему она такая длинная? Давайте немножко переместимся в Close-Up и посмотрим её чуть поближе. Итак, друзья, вот мы переместились в Close-Up и вот наша Vama. Почему у неё сейчас такой огромный размер, у Vama 10? Ну, первое, что дриптип тоже, конечно, длинный я поставил. Кайфуновский, кайфуна 4 убрал. Ну, вот, допустим, дриптип кайфуна 4, но всё равно не особо короче. В таком вот положении её длина составляет 32,5 см. Действительно, это такой вот джезл любви, посох, радости, не знаю, всего чего угодно. Значит, это всё особенности Vama 10. И так же само вот один из подписчиков себе купил Vama 9, я с ним общался. Вот та же самая проблема с 60-кой. Прикол её в чём? Работает только от двух батареек. То есть, от 1.18650 или 1.18350 Vama 10 и Vama 9 не работают. Vama 10 это 55 Ватт, вот, честно, не вспомнил, сколько Ватт на 9 Вами. Вот. Сюда я накрутил ещё две проставочки от двух других Vama. Вот они. Вот в таком вот состоянии. То есть, продавец, покупалась она на FastTech. Не указали они о том, что это работает только от двух, 18, 350. Вот сюда вот их вставлять. Я вообще не сторонник таких вещей. Вот. То есть, установки двух батареек последовательно. Вот батарейки как в Vama 10. Ну, вот, вот где-то как-то так. Проверял я её, как она жарит. Да, действительно, вот сюда вот, установив её батарейки, жарит она просто офигенно. Ну, наверное, свои, ну, 55 Ватт она, скорее всего, не выдаст свои. Ну, где-то, думаю, Ватт 40 она чистыми выдаст. Ну, вставим сюда невысокотоковые батарейки. Офиговенькие. Вот. И сейчас её запустим. Вот такая вот фигня. Да, я вот вставил сюда 2,18,650. Hello. Да, так же самое в 10 Vama менюшка совершенно другая. Нет памяти. Вот, видите, то есть переключение в ваттах. Заходим в меню. Вроде бы всё похоже. Кнопкой Fire мы не заходим в меню. И вот, нажимая, допустим, на левую кнопку, мы переключаем, заходим в менюшку. Давайте ещё раз. Вот мы заходим off on, на левую, и ещё раз на левую переключаем. То есть, менюшка другая уже. Что ещё из минусов Vama 10? Пин. Как видите, он не подпружиненный и не регулируемый. Просто вот установленный. В случае чего, если у вас на вашем атомайзере не регулируется пин, вы фиг что сделаете. Ну, вот, как-то так. Если вставить сюда одну батарейку 18650 Vama 10 становится гораздо короче. То есть, как обычная Vama, но при попытке её вот включить, запустить, будет писаться low-voltage. Независимо, накрутите вы атом или не накрутите. Это не будет иметь значения. Типа, ему не хватает мощности. В Vama 9 точно такие же проблемы. Видите, вот, воу, не включается, не хватает мощности. То есть, в принципе, пока что шестая Vama, я думаю, пока самая лучшая. Её даже стали делать с подпружиненным пином. Ну, вот такой вот небольшой контроль качества. Хотел вам рассказать о Vama 10. Если вы задумываете себе её брать, будьте к этому готовы. Или две 18350 будете использовать. Или вообще её не берите в руки. Не покупайте её. Ну, что ж, думал я только что с вами попрощаться. Как я решил всё-таки ещё разок вставить эти две батарейки сюда, в Vama 10. И попробовать её запарить. На каких-то всего лишь там 7 ваттах. Вот. Что я при этом ощутил. То есть, не делайте так, как делаю я вообще. Не стоит этого делать. Ну, что ж. Откроем. Открыли подачу жидкости. И пробуем. Увеличиваю мощность до 12. Она парит. Но. Вот здесь вот, в этой части. Вот в этой части, где я держу рукой. Вот так вот. И нажимаю на кнопку. Я чувствую, как происходит какая-то вибрация. Причём, что вибрация происходит именно там, где плата. Оно начинает, ещё такой звук появляется, как гудение какого-то. Оно начинает гудеть и виблировать. То есть. Та-да-да-та-да-дам. Учтите это. Не повторяйте такого. И вообще не советую вам брать 10 или 9 версии. Ну что ж. На этом, в принципе, всё. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки или дизлайки. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok